МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости сейчас. Студия Ольга Калаирова. Здравствуйте. Хорошие виды на урожай по многим культурам. Хотя в период засухи были опасения. Президент сегодня с рабочей поездкой в Каменецком районе. В фокусе внимания уборочная кампания. Главе государства подробно доложили про особенности этого года и, конечно, перспективы в целом по стране. Упор на технологии и корректировку работ под уникальность каждого региона. Александр Лукашенко требует поднимать по уборке Витебскую область. Речь о том, чтобы с учетом климатических особенностей высевать там больше ранних культур. Брестская область, про технологию разговаривать даже нечем. Гродно, Брест, половина меньшины. Без технологии никуда. Нам надо Витебскую область по уборке поднимать наверх. Да не только Витебскую область. Даже Гродненскую область и северные районы, северные районы меньшины и Могилевскую область. То есть нам надо высевать такие ранние культуры, чтобы они начинали уборку в середине июля. Если они начнут уборку раньше, они раньше и посеют. Раньше у Витебской области можно начать уборку, только посеяв ранние культуры. Это озимый ячмень, это озимый, наверное, рапс отчасти, где это возможно. И другие культуры. Это жестокое мое требование. Посеять ранние культуры в северных районах, чтобы раньше начать уборку. Еще одна тема – детальный разговор о работе ОАО «Беловежские». Структура пассивных площадей, работа присоединенных хозяйств. Александр Лукашенко на конкретных примерах ознакомился с возделыванием различных сельскохозяйственных культур. Глобальное поручение – замещение импортных сортов отечественными. На этом вопросе президент акцентировал внимание при осмотре рапсового поля. Ну и традиционно подарок президенту – каравай от Брестской области. Первый в этом сезоне. Первый регион, первый каравай. Вы первый ко мне давно-давно не приезжали. А что к тебе нет, если ты убираешь нормально. Нет, первый белорусский вообще каравай в этом году. Это что, хлеб? Это хлеб, это наш хлеб. Все-все хлеб? Все-все хлеб абсолютно. Не шоколад, конечно. Нет, это весь труд, который этот самый сегодня на поле создают хлеборобы наши от фермы до всего. Ну а сколько у тебя? Миллион? Ты уже намолотил? Нет, мы называем с рапсом 700 тысяч. 700 тысяч. Также сегодня на повестке развития молочного скотоводства и строительства молочно-товарных комплексов пообщался президент и с местными жителями. Об этом подробнее в наших следующих выпусках. Украину продолжают снабжать всем необходимым для самоликвидации. В Вашингтон заключил соглашение о поставках Киеву снарядов калибра 155 миллиметров. По информации газеты Financial Times, в договоре участвуют Болгария и Южная Корея, а в перспективе и Япония. Данный вид снарядов является основным для американских артиллерийских систем, однако Киев не раз заявлял о нехватке боеприпасов. Увеличить производство таких снарядов в четыре раза Вашингтон планирует к 2025 году, до 90 тысяч единиц в месяц. А Лондон заказал у европейской компании произвести боеприпасов на сумму свыше 360 миллионов евро. Слепая борьба, незалежная советская история и демонтаж герба СССР с памятника родина-мать в Киеве вызвал неоднозначную реакцию в массах. Военные Украины считают нецелесообразными такие траты, сообщила политика. Они подрывают боевой дух солдат, которые также нуждаются в финансовой поддержке. А власти хотят потратить на замену герба на трезубец полтора с лишним миллиона долларов. Неконтролируемый пожар в заповеднике Южной Калифорнии. Бедствие началось еще в пятницу и уже стерло с лица земли более 30 тысяч гектаров. Под угрозой биоразнообразия могут исчезнуть деревья Джошуа. Накануне пламя высотой 6 метров пересекло границу штата и перекинулось на соседнюю Неваду. Беларусь в ожидании старта самого главного спортивного события года. Через три дня официально возьмут отчет свои истории вторые игры стран СНГ. В магазинах столицы уже появилась сувенирная продукция. Брендированный мерч изготавливали белорусские предприятия с упором на качество и стиль. Это майки с воодушевляющим слоганом «Сильный характер, яркая игра», носки с васильками, шорты и кепки. Также тарелки и кружки в зеленом дизайне. И, конечно, шоперы и полотенца с эмблемой состязаний. Наша задача как розничного ритейла была подготовиться и сработать с нашими производителями по наличию товаров с аббревиатурой вторых игр. На сегодняшний день на всех этажах предприятия созданы, как мы называем, фан-зоны. Наше предприятие будет участвовать в выездных мероприятиях, где тоже наряду с продовольственной продукцией будет представлена еще и сувенирная продукция с аббревиатурой вторых игр на тех площадках, где будут проходить соревнования. Главный символ игр – рысю – тоже можно найти в магазинах столицы. Мягкая игрушка украшает стенды сувенирной продукцией. Плюс скоро в магазинах появится обрендированное печенье к чаю и конфеты. Больше информации у моих коллег в 15 часов. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова